Помните, несколько эфиров назад я говорил о потомке одного из чеченских устазов, почитаемых среди суфиев людей, шейха Дени Арсанова, о его потомке, который вел какой-то бизнес у нас в республике, по-моему, продавал телефоны, о том, что у него отжимают бизнес, что он вынужден был бежать из республики. В общем, эту историю я вам рассказывал вкратце. Недавно на днях появилось видео обращение этого парня Саида Дениева. Вот так он, оказывается, выглядит. Он обратился в Instagram, по-моему, сделал обращение, я точно не знаю. В общем, записал видео, из которого ясно, что я был прав, что действительно у человека просто отжимают бизнес. Он там, конечно, не говорит всех этих подробностей, и я его, наверное, понимаю. У него сейчас такая ситуация, когда он, возможно, надеется еще как-то решить свою проблему, наверное, хочет вернуться к нормальной жизни. Но в целом из того, что он говорит, понятно, что у него был бизнес, в который были вложены деньги то ли Кадырова, то ли какого-то ближайшего человека из его ближайшего окружения, и что возникли какие-то проблемы, и он говорит, что я вынужден был бежать в целях безопасности. Он очень аккуратно об этом говорит. Но эти цели безопасности, я понимаю, что на него было какое-то давление, и, по всей видимости, побоявшись за свою безопасность, за то, что его могут просто так убить или куда-нибудь посадить в подвал и продержать там несколько лет, или свариковать какое-то дело, отправить в колонию. Но человек просто, видимо, понял, что принадлежность к почитаемому в суфийских кругах роду здесь ему не поможет. Что когда дело касается денег, кадыровских денег, не работает никакое потомство пророка Мухаммада, мир ему и благосостояния Аллаха, никакие потомки, никаких устазов, там, а влия, как они называют, ничего из этого не работает, когда речь заходит о деньгах, о кадыровских деньгах. Этого парня просто переехали. У него просто тупо отжали бизнес. Сейчас все его магазины, его дом, его там машина, имущество, все, что он оставил, а он, во всей видимости, бежал на спеху. Вот как я убегал, взяв с собой маленькую сумку с одеждой, в которой можно было просто лечь спать, там, да, какие-то, ну, типа пижамы, что-то там с собой взял. Вот так же этот человек взял, видимо, что-то, что мог там подручное, взял свою семью и просто уехал. Все остальное у него отжали. И это несмотря на то, что он является потомком этого почитаемого суфийского шейха. И как бы там они не пытались казаться такими соблюдающими суфиями, я сейчас говорю о кадыровцах, мы видим, что все это является лицемерие. Даже вот то, что они сегодня навязывают у нас в Чечне, навязывают у нас суфизм, да, у нас в Чечне нельзя исповедовать не суфизм. За это тебя обвиняют в ваххабизме, шайтанстве, и тебя отправляют в лучшем случае на долгие годы в колонию строгого режима, сфабриковав на тебя уголовное дело НВФ, незаконные вооруженные формирования. Либо тебя запытают, сделав тебя инвалидом, либо тебя убьют. Это то, что с тобой произойдет просто за исповедование другого ислама, не суфийского, не путинского, одобренного Кремлем. Понимаете? За это тебя, вот ждет тебя это. И при этом нам рассказывают, что они почитают вот эту суфийскую волну, они ее там нам навязывают, все шейхи типа почитаемы. Кадыров восстановил все зияраты в республике, в том числе и зиярат вот предка вот этого парня. Но когда вопрос коснулся его денег, этот парень оказался изгоем. И сейчас по моей информации, у меня много по этому поводу информации, потому что этот парень с моего куяна, с моего района, мы жили в одном районе, все друг друга знаем. И я знаю, что этот парень давал телефоны в рассрочку для многих ребят с нашего куяна. И теперь даже эти долги, которые люди должны были этому парню, а кадыровцы теперь даже эти долги забирают. К ним в руки, видимо, попала долговая книга, там наверняка какой-то учет велся. Эта информация попала к ним в руки и теперь они даже его долги завернули на себя и забирают у людей деньги. Вы понимаете, насколько они хапуги, крохоборы. Вот до такой степени они этого парня обнулили. Просто тупо рейдерский такой захват провели. В этом видео Саид Дениев говорит, что он никуда не бежал, он находится, что он не в Америке, там были слухи какие-то, что он куда-то в Америку уехал с какими-то ярдами рублей. Он говорит, я такие суммы никогда и в глаза не видел, о которых вы говорите, я никуда не убежал, я хочу, говорит, вернуться, работать. Я нахожусь на территории России, говорит. Он, по всей видимости, надеется, что его вернут, там у него все будет как прежде. Но я очень сомневаюсь, что у него все будет как прежде. Скорее всего, его ситуация в лучшем случае, в самом идеальном из того, что сейчас мы можем предположить, в самом идеальном случае, его долг просто умножат на 10. Возможно, ему разрешат вернуться на условиях, что его долг будет умножен на 10, как минимум. Если он должен, допустим, миллион долларов, если вложение кадыровского окружения, или лично Кадырова, или его детей, я не знаю, кто там у него вкладывался. Если их вложение составляло 1 миллион долларов, допустим, то долг составит его уже 10 миллионов долларов минимум. Понимаете? Они умножат его долг на 10, как минимум. Все то, что у него забрали, останется за ними, кроме дома, наверное. Максимум, дом они ему вернут, скорее всего. Но машину, бизнес, который у него отжали, это все останется у них. Ничего из этого ему, конечно же, возвращать не будут. И плюс к этому еще его долг умножится на минимум 10. Только при таких условиях, я думаю, ему позволят вернуться. И все это, я акцентрирую ваше внимание, все это, несмотря на то, что он потомок уважаемого в суфийских кругах шейха, называемого устазом. У них много последователей на Теречном районе, в Шалажах, в Ингушетии даже есть у них последователи. Еще наверняка в других каких-то селах или районах Чеченской республики тоже они есть. Мне просто неизвестно. Я знаю, что основное количество их последователей сосредоточено в Теречном районе. И несмотря на это, сегодня вопрос, касаемый денежных средств Кадырова, они не могут его решить. И вот делайте выводы. Что произойдет с вами, если вы не являетесь потомком никакого уважаемого суфийского шейха, ничего подобного за вами нет, но вы при этом бизнесмен, допустим, ведете какой-то бизнес в республике. И представьте, что так получилось, что вы, ну, залетели. Залетели там, что-то не вывезли, какую-то ситуацию. Где-то в бизнесе разные бывают. Форс-мажорные обстоятельства, тем более, учитывая коронавирус, который сейчас прошелся просто по всему миру. Понятно, что очень много бизнесменов оказались в очень затруднительной ситуации. В очень. И представьте, что будет с такими людьми. Делайте выводы, господа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...